Деяние апостолов, глава 13. Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, бывши в Соломине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Прошедшие весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхвал, же пророка, иудеянина именем Вари Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот, ныне рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Отплывшие из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Помфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Песидейскую и, вошедшие в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Павел, встав и дав знак рукою, сказал, мужи-израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее. И около сорока лет времени питал их в пустыне, и, истребив семь народов в земле Хананской, разделил им в наследие землю их. А после этого около четырехсот пятидесяти лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. А тринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мною, у которого я не достоин развязать обувь на ногах». Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники, их не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не нашедши в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявшись с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, об этом сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит, «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время, послужив извалению Божию, почил, и приложился к отцам своим, и увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. И тогда будет известно вам, мужи-братья, что ради его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнили зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповеданно Слово Божие. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь, «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались. И прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых людей в городе, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрязши на них прах от ног своих, пошли в иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!